Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы читаем мою статью 2016 года. Когда в обиходной речи миллионов граждан появляется слово «геополитика», это не вопрос геополитики, это вопрос культуры. Самоощущение обывателя всегда формируется под воздействием среды. В равной мере влияют и медиа, и речи политиков, и слухи, и собственные впечатления от того, что человек видит на улице. Жизнь в этом смысле игра. Сегодня ты выбрал себе роль мирного жителя открытой страны, а завтра ты уже труженик тыла, в окруженной врагами державе. Вчера ты любовался небом, а сегодня вглядываешься в него, ожидая угрозы с воздуха. Небо то же самое, но какое это имеет значение? Впечатляющая метафора новейшей истории Крыма. Несчастный форт Фокус, разбитый БТРом у села Табачного в Бахчисарайском районе несколько дней назад. Двое погибших местные, вчерашние граждане Украины, те заботы о безопасности, которых официально объяснялась аннексия полуострова в 2014 году. Российский БТР на Крымской дороге – символ этой заботы и безопасности. Фокус – символ постсоветско-российской сытой мирной обывательской жизни, самая массовая и самая доступная иномарка. Двум символам на одной дороге не разъехаться, и в общем понятно, какой из них всегда будет сильнее. Российский Крым – военная земля. На языке российских официальных лиц это называется «самодостаточная межвидовая группировка войск, способная гарантированно защищать национальные интересы России на данном направлении». Это цитата 2014 года из Владимира Путина и о том, что «самодостаточная группировка на полуострове уже развернута», на днях теми же словами говорил Сергей Шойгу. «Более 4000 образцов вооружения и военной техники. Романтический образ Крыма едва ли возможно разглядеть за этим нагромождением металла. Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» приходят на смену Бахчисарайскому фонтану и даме с собачкой. А в курортные перспективы российского Крыма поверить сложнее, чем военно-стратегические. Похожую судьбу переживает и Калининград. Местная обывательская радость в поездах за едой в супермаркеты Польши, ставшая гораздо более весомой в эпоху антисанкций, выглядит теперь рецидивом навсегда ушедшей спокойной эпохи. Польша – это теперь не место, где продается колбаса для калининградцев, а официально признанный источник НАТОвской угрозы. Недавние учения НАТО в этой стране стали важным фактором внутри российской и прежде всего внутри калининградской жизни. Патриотическая пресса рассуждает о том, чем должен стать Калининград – плацдармом или котлом. В учениях Балтийского флота на калининградских пляжах принимают участие венесуэльские, китайские и иранские морские пехотинцы. А местное телевидение в рамках кампании по борьбе с германизацией региона, есть, оказывается, и такая проблема, обнаружило на старых домах, вывешенные к футбольному чемпионату 2018 года, таблички на немецком языке. Мэрия проявляет озабоченность и обещает таблички снять. Калининград – тоже военная земля. Пистолет у виска Европы. Две новые дивизии в Смоленской и Воронежской областях, по 10 тысяч человек каждая, анонсированные в мае Сергеем Шойгу с целью противодействия наращиванию сил НАТО, позволяют вписать в перечень военных земель и эти два региона. 10 тысяч солдат и офицеров в 300-тысячном Смоленске делают военную профессию самой массовой, а дивизию – градообразующим предприятиям. Культурная жизнь в Доме офицеров, экономическая – в военторге. Военные заказы для девелоперов, военно-управляющие компанией в ЖКХ. Наглядное пособие по милитаризации Тихого региона. Симпатичная молодая женщина в будке паспортного контроля. Так в глазах среднего постсоветского россиянина выглядел пограничник совсем недавно. Теперь напрашивается возвращение советского образа этой профессии – человек с собакой, сутками просиживающей в засаде, чтобы не пропустить в пограничную полосу вражеского диверсанта. Когда в обход вернется словосочетание границы на замке, кажется, пора. Милитаризация западных окраин России расставляет новые, старые приоритеты в массовых взглядах на реальность. Близость к Европе, совсем недавно бывшая конкурентным преимуществом по сравнению с другими регионами, сегодня превращается в источник, если ни проблемы, ни угроз, то, по крайней мере, принципиально новой для нынешнего поколения россиян жизни. Когда европейский сосед – это не тот, к которому можно съездить на выходных в музей или, ладно уж, в супермаркет, а тот, на которого только люди в погонах и могут смотреть, и только в прицел. Туризм, приграничная торговля, культурные связи – все отходит на второй план, превращаясь в какие-то полузабытые слова из 90-х и нулевых. Школьники приграничного села увидели незнакомца и побежали за подмогой на заставу. Стоит ждать каких-то таких новостей с польской или даже с белорусской границы. Это действительно вопрос не геополитики, а культуры жизненного уклада. Перспективы войны между Россией и НАТО никому в реальности неизвестны, но они и не имеют значения, когда возможность и вероятность такой войны становятся медийным, экономическим и бытовым фактором жизни в российских регионах, а профессия военного более престижная, чем те, которые были в моде до сих пор. Человек милитаризованного общества – это уже не вполне мирный обыватель, это пусть даже и не призванный солдат. Его мысли занимает война, его тело готово сносить лишения, его гражданское чувство подавлено воинским уставом. Дурацкая мода на футболочке «Армия России» не пришла одна. Ее сопровождают и тот крымский БТР, и калининградские учения с китайцами, и новые дивизии в Смоленске и Воронеже. К российскому окну в Европу снова привинчивается решетка, и у окна выставляется часовой. Чем меньше будет масла, тем больше будет пушек, да, разумеется, так патриотичнее, но тем и омерзительнее, потому что это обман – связывать патриотизм только с военной формой. 2016 год. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью тогда опубликовало издание «Репаблик». Теперь же свои новые свежие статьи я публикую трижды в неделю в телеграм-канале «Кашин Плюс». Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц. Любая карта, российская, нероссийская, это без проблем. Ссылка на подписку здесь, внизу, в описании этого ролика, который вы сейчас смотрите. Там все просто и удобно, пробуйте и рекомендуйте друзьям и знакомым. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик. И подписывайтесь на мой YouTube-канал. YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Продолжение следует...